Девушки отдыхают Вторая американская дивизия мотопехоты неожиданно столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Тогда американское командование решило выпустить зверя. Так назывался новейший танк «Абрамс М1», считавшийся неуязвимым благодаря мощной броне с обедненным ураном. Они были настолько уверены в том, что их техника непобедима и непоражаемая, что забыли элементарные правила иметь на танках динамическую защиту. Когда 30 марта 2003 года американская газета «USA Today» опубликовала данные о потере к бронетехнике в Ираке, разгорелся крупный скандал. В ходе боев было уничтожено 80 неуязвимых «Абрамсов». Еще 800 танков получили повреждения. Госдепартамент США объявил санкции в отношении Тульского КБ приборостроения, которое якобы продало Ираку новейшие противотанковые комплексы «Корлет». Если бы он там присутствовал, американцы никуда бы дальше границы не уехали. Обвинения Пентагона оказались беспочвенными. Пришлось признать, что «Звери» были подбиты ракетными комплексами «Погод» и «Конкурс» того же Тульского КБ. Только эта техника была поставлена в Ирак задолго до объявления санкций ООН против режима «Хусейна». Боевые возможности комплекса «Корнет» действительно могут напугать кого угодно. Он легко переносится расчетом всего из двух человек, быстро разворачивается и может поражать любые самые высокозащищенные современные танки, находясь вне зоны их стрельбы. Но главное, что придумал создатель комплекса «Корнет» Аркадий Шипунов, как сделать этот комплекс абсолютно невосприимчивым к любым помехам. Конструктор направил фотоприемник ракеты, контролирующий ее направление по лазерному лучу, в обратную от противника сторону. Теперь ничто не могло сбить ее с заданного курса и помешать поражению цели. Гениальных решений, подобных этому, конструктор принимал немало. Знаменитому оружию, созданному под руководством Аркадия Шипунова, посвящается наш фильм сегодня. Охота на зверя. Весной 1944 года советские войска вышли на границу СССР. Еще шла война, но страна начала постепенно возвращаться к мирной жизни и восстанавливать разрушенное хозяйство. В том же 1944 году в Орле Аркадий Шипунов после окончания школы ждал призыва в действующую армию. Но его жизнь раз и навсегда изменила краткое объявление в газете. Тульский механический институт объявлял набор по специальности автоматическое оружие. Аркадий, как и все дети войны, хорошо знакомый с оружием, был потрясен возможностью научиться создавать пулеметы и автоматы. Во мне действительно такое страстное желание учиться туда поехать. Ну, обратился я за документами, а мне не отдают. Ну, пошел я на прием к горвоенкому. Говорю, вот хочу учиться. Ну, он, знаешь, открыл дверь, позвал своего секретаря. Вот, скажи, чтобы отдали ему документы. Значит, ну, и проводил меня до двери и говорит, учись, сынок. Аркадий легко поступил в институт и окончил его с отличием. В 1950 году Шипунов попал на работу в главный научный центр стрелково-пушечного вооружения ЦНИИ Точмаш. Здесь судьба сделала ему царский подарок. Он встретил единомышленника и друга на всю жизнь. Вот в этом институте мы встретились прям сразу, как только я пришел работать. Нас объединяла жажда создания чего-то нового. А в те времена очень важным являлся или проблемным вопросом повышения скорострельности авиационного стрелково-пушечного вооружения. В ноябре 1950 года в Корее вступили в бой первые советские реактивные истребители МиГ-15 и американские Сейбры. Это были равные по возможностям машины. Но кое в чем советские истребители все же превосходили противника. В чем наш самолет был действительно сильнее, это оружие. У нас оружие на МиГ-15 очень хорошее. Там пушка 30 миллиметров и две пушки по 20, по 23. И американцы боялись этого оружия. Я помню, карикатуру видел в американском журнале такую смешную. Там Сейбр летит, и у него как бы летчик сидит, но там глаз, пот у него катится с лба. А сзади МиГ-15 нахмуреным таким лбом и пушки здоровые. И стишок такой, что если сзади у тебя МиГ-15, и делает бум-бум-бум, то прощайся вроде жизни. Однако советским летчикам было трудно пользоваться преимуществом в огневой мощи. На больших скоростях точно прицелиться сложно. Необходимо было многократно увеличить скорострельность, чтобы выпущенные снаряды образовывали поражающее облако наподобие охотничьей дроби. Поскольку каждый самолет противника мог нести смертоносный ядерный заряд, этот вопрос приобрел стратегическое значение. Аркадий Шипунов и Василий Грязин были уверены, что смогут найти правильное решение. Мы подвергли состояние дел по автоматическим пушкам, мы с них начинали, такому глубокому анализу, то, что есть, и как достичь высоких показателей. Два вчерашних выпускника бросили вызов всему конструкторскому сообществу и теоретически доказали, что единственный путь существенного увеличения скорострельности – это создание многоствольных систем. По сути, они наметили стратегический путь развития авиационного вооружения. Параллельно Василий Грязин и Аркадий Шипунов в 1958 году создали первый удачный образец подобного оружия – двуствольную 23-миллиметровую пушку ГШ-23. С темпом стрельбы – более 3000 выстрелов в минуту. 22. Эти слова произносятся за секунду. И за это же время пушка ГШ-23 выпускает более 50 снарядов. Именно так Аркадий Шипунов и Василий Грязин понимали скорострельность. Нарушив все каноны, по которым увеличить скорость стрельбы можно не более чем на четверть, друзья превысили ее в два, а затем и в три раза. Такого не смог сделать ни один конструктор в мире. Двуствольная ГШ-23 и более мощная 30-миллиметровая ГШ-30 стали основой пушечного вооружения советской авиации. И сегодня ими оснащаются модификации вертолетов Ми-24, штурмовики Су-25 и другие боевые машины. Колоссальная огневая мощь не оставляет противнику шансов на спасение. Одновременно с созданием ГШ-23 молодые конструкторы начали разработку шестиствольной револьверной пушки для авиации и флота. Аналога знаменитого американского вулкана. Но эту перспективную разработку пришлось отложить на долгие годы. Осенью 1959 года весь мир потрясла новость о том, что советская космическая ракета достигла лунной поверхности. Это была победа не только ученых, но и военных. Ведь на космические орбиты спутники доставлялись первыми межконтинентальными ракетами. Через два месяца, 17 декабря 1959 года, вышла директива о создании ракетных войск стратегического назначения. Космическая ракета в центре внимания художников и поэтов. Художник Марк Абрамов. Поэт Сергей Михалков. Запускали мы ракету, а она, ракета-та, превращается в планету, в спутник Солнца. Красота! Да, не худо начат с нами 1959 год. Славься Ленинское знамя и великий наш народ! В том же году в Госкомитете по авиатехнике закрыли более 30 тем. Воздушная артиллерия оказалась в опале. Перенос усилий на создание управляемого вооружения – это было правильно. Но всякая вещь, так же как лекарство, взятая в чрезмерной дозе, оно приносит вред, а не пользу. Ну, так получилось и здесь. Ракетомания доходила до абсурда. С истребителей МиГ-21 сняли даже готовые пушки ГШ-23. Аркадию Шипунову поручили возглавить в ЦНИ-ТОЧМАШ ракетное направление. Это было все равно, что начинать жизнь заново. Ну, скажем так, вот один проектировал, допустим, ну, паровоз, а потом ему говорят, давай самолет. Ну, человек должен учиться всю жизнь, пока он живет, он обязан учиться. Иначе он с неизбежностью стареет. В 1962 году Аркадия Шипунова назначили начальником прославленного тульского КБ приборостроения. Как и другие предприятия, занимавшиеся созданием стрелково-пушечного вооружения, оно переживало тяжелейший кризис. Чтобы сохранить коллектив, тулики взялись за разработку противотанковой управляемой ракеты «Овод». Ведущими конструкторами были назначены знаменитые своими пистолетами Игорь Стечкин и Николай Макаров. Но им катастрофически не хватало специального опыта. Молодой директор с головой ушел в новое дело. Первые годы я работал до 11-12 часов ночи. А в 8 я начинал опять рабочий день. Конкуренты туликов из коломенского КБ «Машиностроение» создавали комплекс «Малютка» под руководством знаменитого конструктора Сергея Непобедимова. К тому времени они уже имели опыт разработки противотанковой ракеты «Шмель». Ну, мы видели, что вообще-то игра проиграна уже. Но нам надо было с честью закончить. На испытаниях «Малютки» и «Овода» присутствовал председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. Коломенская «Малютка» поразила все цели. Тульская же ракета, отклонившаяся от цели, рухнула в лес. Выиграв в 1709 году Полтавскую битву, Петр I провозгласил тост за наших учителей, имея в виду шведов, преподавших русским войскам горький урок под Нарвой. Вот Аркадий Шипунов после сокрушительного поражения в конкурсе по созданию Птуров не опустил руки. Всего через несколько лет он создаст противотанковый комплекс «Фагот», который откроет новую страницу в истории управляемого вооружения сухопутных войск. В отличие от коломенской «Малютки» с ручным управлением, для «Фагота» впервые была разработана полуавтоматическая система наведения. Оператору достаточно было удерживать цель в перекрестии прицела, а дальше ракета все делала сама. 17 апреля 1964 года советский лидер Никита Хрущев отметил свое 70-летие. Бывшими наградами отметили социалистические страны, выдающиеся заслуги Никиты Сергеевича Хрущева в борьбе за мир и счастье народов. Именинник даже не подозревал, что его ждет в будущем. Всего через полгода Никита Сергеевич будет отстранен от власти. Новому руководству страны сразу же пришлось столкнуться с крупным международным кризисом. Американская авиация начала бомбардировки Северного Вьетнама, который считался главным восточно-азиатским союзником СССР. Горячок встречали в Брянске представителей борющегося вьетнамского народа. Здесь, в партизанском крае, хорошо знают, что такое борьба с иноземными захватчиками. Глава постоянного представительства Национального фронта освобождения Южного Вьетнама Данг Куанг Мин говорил о том, что пример героической борьбы брянских партизан будет воодушевлять народ Южного Вьетнама в его самоотверженной борьбе с американскими агрессорами. В конце 1964 года главный конструктор Тульского КВ приборостроения Шипунов был командирован в Ханой в составе группы военных специалистов. По возвращении его пригласил к себе секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрий Устин. Речь шла об американском ракетном оружии. Совершенно неожиданно для Устинова, одного из идеологов ракетного бума, Шипунов, роняет фразу о том, что американцы успешно используют скорострельные авиационные пушки, в то время как в Советском Союзе их разработка под запретом. Как сейчас вижу, его такие хитрые голубые глазки, он на меня смотрит. И кто же такой у нас все это наворочил? Ну, естественно, у меня в голове-то ответ совершенно ясный, что Дмитрий Федорович, так это вы и наворочили. Но все-таки уже некоторый опыт дипломатии у меня был. Я говорю, Дмитрий Федорович, закрыть-то много специалистов. Вот кто бы признал это дело и открыл бы. Вскоре с подачи Устинова в армии началась реабилитация артиллерии. Водушевленный переменами в 1966 году Аркадий Шипунов приглашает в свое КБ талантливого конструктора и близкого друга Василия Грязева, который становится его заместителем по стрелково-пушечному вооружению. В то время я в институте завершал разработку двух шестиствольных пушек. Одно в калибре 23 мм, а другое в калибре 30 мм. Весь этот багаж задел, он был, естественно, передан из Подольского института сюда. Шестиствольные пушки калибром 23-30 мм, проекты которых Василий Грязев и Аркадий Шипунов продолжали разрабатывать в Туле, станут основой обороны кораблей от самого грозного противокорабельного оружия крылатых ракет. На этих кадрах запечатлены сверхсекретные испытания на Черном море. Атамат, цель сопровождают, да, на 120. Впереди 270. Впереди 200. Сопровождают, 270, 120. Есть. КП-1, нас. Сопровождаю. Шесть тысяч выстрелов в минуту сливались в единый рев. То есть некоторые, вот, находясь вот на таком примерно расстоянии, просто приседают, когда работают вот эти пушки. А вот эффект от стрельбы, он создается такой, вот, когда вот от забора отрывают доску со скрипом, если вы уже слышали, вот такой. Вот такой примерно звук, значит, да. Су-24. Очередью пушка в десятые доли секунды посылала в цель 16-килограммовый залп, способный пробить верхнюю броню любого танка. Русская шестиствольная пушка значительно превзошла знаменитый американский вулкан. Американцы крутят внешним двигателем. Вот у них пушка 30-миллиметровая, она с темпом стреляет 4000 выстрелов. Мощность этого двигателя 40 киловатт. Ее еще надо найти. А у нас этот двигатель работает от энергии газа в самой пушке. То есть не требуется никакого внешнего привода. И темп стрельбы у нас 6-7 тысяч выстрелов в минуту. 1967 год оказался для Аркадия Шипунова одним из самых сложных в его карьере. Разработка противотанкового комплекса «Фагот», который он обещал руководству оборонной промышленности завершить 50-летию революции, затянулась. Вы понимаете, что это такое? Не выполнить такие обязательства. Ну, естественно, меня чуть не сняли с работы. Между тем, новая американская военная доктрина ограниченной ядерной войны в Европе сделала танки основной угрозой для советской армии. Лишь в 1969 году комплекс «Фагот» с дальности стрельбы до 2 километров был принят на вооружение. Благодаря полуавтоматической системе наведения, вероятность поражения бронемашин достигала 90%. Вскоре Тульское КП «Приборостроение» выиграло конкурс на разработку ПТРК в большей дальности, до 4 километров. Соревнование с конкурентами было столь напряженным, что тулики вместо названия «Гобой» дали ему имя «Конкурс». При работе с подготовленной огневой позицией пусковая установка переводится в боевое положение непосредственно перед выстрелом. Это обеспечивает скрытность комплекса. Малая продолжительность перевода установки в боевое положение и большая скорость переброса ее в горизонтальной плоскости определяют высокую боеготовность и скорострельность комплекса. Погод и конкурс до сегодняшнего дня являются основой противотанковой мощи сухопутных сил России. За их создание Аркадий Шипунов получил Ленинскую премию. Через мои руки прошло очень много образцов, как бы и задач выполнял и индивидуально, и в составе частей, подразделений. Вот я скажу, что противотанковые управляемые ракетные комплексы – это серьезное оружие. К началу 70-х годов Тульское КБ приборостроения становится многопрофильным предприятием. Кроме пушечного вооружения и противотанковых ракетных комплексов, в нем создаются ручные огнеметы, управляемые танковые комплексы. Аркадий Шипунов одинаково легко разбирался во всем этом техническом многообразии. Оказалось так, что было 8 разных направлений в развитии технических средств. И он во всех 8 был одинаково сведущ, одинаково эффективно мог руководить и помогать, обеспечивая техническое руководство. Возможно, именно широта интересов позволила Шипунову увидеть то, чего не замечали другие конструкторы. В 1971 году Тульскому КБ приборостроения поручили разработать зенитно-артиллерийскую установку «Тунгуска» с 30-ти миллиметровой автоматической пушкой на смену легендарной 23-х миллиметровой «Шилке». Необходимость в увеличении калибра была связана с появлением на вооружении стран НАТО самолетов нового поколения с усиленным бронированием. Военные хотели увеличить вдвое досягаемость, зона поражения, точность, эффективность. Значит, дать нормальный электронный счетно-решающий прибор или цифровую вычислительную систему, то, что там на «Шилке» было, это механический вычислитель. Как он работает, я, например, до сих пор не знаю, это уму непостижимо. Анализируя состав аппаратуры пушечной зенитной установки, Аркадий Шипунов обратил внимание на то, что основные ее элементы – радиолокатор кругового обзора, станция наведения и ЭВМ – аналогичны установленным на зенитно-ракетных комплексах. Раз так, он предложил дополнительно установить на Тунгуску управляемые ракеты. Комбинированный ракетно-пушечный комплекс оказался начисто лишен недостатков, присущих каждой из систем вооружения по отдельности. Мертвые зоны для ракет и малой дальности для пушек. Таких комплексов в мире не было. Но неожиданно идея Шипунова встретила резкое сопротивление министра обороны Андрея Гречко. Просто они поддерживали вот этих разработчиков комплекса ТОР, ОСА и других, значит, зенитных ракетных комплексов, оберегая их от конкуренции с нашей стороны. На свой страх и риск Аркадий Шипунов засекретил новый проект. Открыто заявить о том, что работы продолжаются, помог случай. 14 ноября 1973 года 18 израильских вертолетов «Ю-Кобра» за несколько минут уничтожили почти сотню египетских танков советского производства. Итоги спешно проведенного исследования подтвердили. Советская армия не имеет серьезной защиты от вертолетов. И когда начали изучать перспективу на Западе, значит, вспомнили, что была такая система, и Гречко, обращаясь к маршалу Кулешову, говорит, а куда делят Тунгуск? Неужели прекратили разрабатывать, да? И когда ему выкатили, показали новое оружие, и достаточно эффективное, он сказал, ну, вот видите, опять, говорит, Шипунов выиграл в этом вопросе. В 1979 году начались государственные испытания Тунгуски. И тут здоровье Аркадия Шипунова, измотанного многолетней борьбой за свои идеи, дало серьезный сбой. Поехал я на полигон на завершение государственных испытаний. Там меня тяпнул микроинсульт. Я не лег в больницу. Мы завершили акт по государственным испытаниям, подписали его. 8 сентября 1982 года зенитный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска был принят на вооружение. Сегодня в российской армии служит его новая модификация Тунгуска-М с увеличенной дальностью стрельбы и модернизированной аппаратурой. Комплекс стал настоящим охотником на вертолеты. Классическая тактика летчиков НАТО. Атака с подскока из-за укрытия. Оператору вооружения необходимо пару минут, чтобы выпустить и сопроводить до цели противотанковую ракету. Затем винтокрылый штурмовик вновь исчезает в складках местности. Таким образом, бой зенитчиков с вертолетчиками напоминает классическую дуэль на пистолетах времен Дикого Запада. Черт, какой же я быстрый! Поиск, обнаружение, опознавание и сопровождение цели осуществляется автоматически, с самой установкой. И в автоматическом режиме установка способна обстреливать цель зенитными автоматами. Участие расчета заключается лишь в том, что они берут цель на автоматическое сопровождение и ведут стрельбу. 1980 год. В Москве на стадионе Лужники состоялось торжественное закрытие Олимпийских игр. Впечатление от спортивного праздника испортил только демонстративный отказ спортсменов ряда стран от участия в Олимпиаде в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан. В июне 1982 года в Анжерском ущелье советским подразделениям десантников и мотострелков в ожесточенных боях удалось оттеснить маджахедов Ахмад Шаха Масуда и разгромить их базы. Огромную роль в успехе операции сыграли боевые машины пехоты и десанта БМП и БМД-2 оснащенные скорострельной 30-мм пушкой созданной Василием Грязевым и Аркадием Шипуновым. БМП-2 могло вести огонь прямо вот по этой зеленой массе с достаточно большим эффективностью. Во-первых, скорострельность большая, плотность огня. И когда 3-4 БМП в одно место, то очень нормально. Однако новым боевым машинам не всегда хватало огневой мощи, чтобы уничтожить противника, засевшего в горах. Именно в это время Аркадий Шипунов предложил использовать комбинированное ракетно-пушечное вооружение в технике сухопутных войск. Для оснащения современных боевых машин пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4 он предложил совместить в одном блоке сразу 4 вида оружия. То есть 4 в одном. Это пулемет, 30-мм скорострельная пушка и 100-мм нарезное орудие, которым недавно еще оснащались танки. Именно это орудие служит пусковой установкой для противотанковых ракетных снарядов. Получился, так сказать, настоящий сухопутный крейсер. В 1982 году колонна танков Т-72 сирийской армии совершала учебный марш в районе Южного Ливана. Неожиданно из-за холма появились три танка неизвестной конструкции, которые сразу же открыли огонь. В ходе перестрелки сирийцам удалось подбить две машины противника, причем одна из них практически не пострадала. Трофей оказался новым секретным американским танком «Абранс», еще даже не поставленным официально на вооружение. Эта удача была с точки зрения оценить технические возможности и боевой потенциал машины и, исходя из этого, сферить свои основные направления развития для бронетанковой и танковой техники. «Абранс», получивший имя «Зверь» и другие танки НАТО, оснащались не только мощной броней, но и средствами противодействия ПТУРам. Однако Аркадий Шипунов уже приступил к разработке помехозащищенного противотанкового ракетного комплекса «Корнет», пробивающего более метра гомогенной брони. Одно из основных свойств, ради чего он и делался, это беспроводная линия связи с ракетой. Значит, это лазерный луч. Ну, и лазерный луч, он несет за собой такое последствие, это очень высокая помехозащищенность системы. Никакие помехи, оптические там или радио, не могут воздействовать. Лазерные технологии стали коньком Аркадия Шипунова. В середине 80-х годов с их помощью он сумел превратить обычную ствольную артиллерию в высокоточное оружие. Первым стал комплекс «Краснополь». Он состоит из 152-миллиметрового управляемого боеприпаса и лазерного дальномера целеуказателя. Цель подсвечивается лазерным лучом с командно-наблюдательного пункта. Снаряд выпускается из штатного орудия, как обычный боеприпас. В полете полуактивная головка самонаведения захватывает отраженный от цели луч и корректирует свой полет с помощью аэродинамических рулей. Управляемый артиллерийский снаряд имеет главные преимущества над всеми другими. Это большая величина выбираемой ошибки. Он способен с высокой вероятностью поражать целые цели с одного выстрела. Эта технология легла в основу целого семейства высокоточных артиллерийских боеприпасов, созданных в Тульском КБ приборостроения. Вероятность поражения даже движущихся целей почти стопроцентна. Из-за экономического кризиса 90-х годов финансирование новых военных разработок прекратилось. Оборонным предприятиям было предложено переходить на выпуск гражданской продукции. Но генеральный конструктор Тульского КБ приборостроения Аркадий Шипунов решительно воспротивился конверсии. Аркадий Георгиевич принял верное как последствия оказалось решение. Он сказал своему коллективу мы не будем бросаться на гражданскую продукцию, пытаться искать свою нишу там. Давайте делать хорошо то, что мы умеем делать. В эпоху, когда на смену холодной войне пришла борьба с терроризмом, силовым структурам потребовалось более совершенное стрелковое оружие. Аркадий Шипунов и Василий Грязин разработали целый арсенал новых современных средств ближнего боя. К примеру, малогабаритный пистолет-пулемет ПП-90. Он легко камуфлируется под радиостанцию. А в случае необходимости уже через полторы секунды готов к бою. Будучи в Эмиратах, Аркадий Георгиевич решил подарить шейху этот пистолет-пулемет. Пригласили к этому делу еще и Калашникова. Все забыли, что оказывается в этом пулемет он складывается, просто имеет четырехугольную форму и так далее. А потом раскладывать все нормально. Оказалось, пистолет с заряженным магазином, с патронами и так далее. Там половина охраны шейха чуть не упали в обморок, когда там увидели бы это дело. В Тульском КБ приборостроения была разработана целая серия гранатометов различного назначения. 30-миллиметровый автоматический комплекс АГС-30 стреляет осколочными боеприпасами. А особенности его конструкции дают бойцу возможность быстро сменить огневую позицию. Большой горизонтальный сектор обстрела позволяет легко переносить огонь на внезапно появившуюся цель. Вслед за АГС-30 появился и 43-миллиметровый помповый гранатомет ГМ-94. Небольшой радиус осколочного поражения делает его идеальным оружием для штурмовых операций в городе. Воплощением юношеской мечты Аркадия Шипунова и Василия Грязева стал созданный ими пистолет ГШ-18. Его особые пули пробивают все известные модели бронежилетов. Видите, какая пластина громадная? Это термоупрочненный титан, то есть закаленный. Толщина пластины 8 миллиметров, 8,5 миллиметров. Видите, он весь в дырках, как решето. Кроме того, ударно-спусковой механизм здесь разработан таким образом, что он позволяет носить заряженный 18 патронов в обойме и 1 патрон в стволе. И он по безопасности не уступает револьверу Нагану. В 90-е годы за рубежом большую популярность приобрели управляемые противотанковые комплексы и комбинированное зенитно-пушечное вооружение, созданное в Тульском КБ приборостроения. В мае 2000-го Шипунов заключил выгодный контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами на разработку и поставку нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». По условиям контракта заказчик должен был получить 50 комплексов уже через два года. Однако Шипунова неожиданно подвели смежники, так и не поставившие обещанные радиолокаторы. Но в 2006-м году испытания «Панциря-С-1» все же состоялись. На глазах у арабских партнеров комплекс уничтожил 13 из 13 мишеней. Представители вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, когда увидели результаты стрельбы по малоразмерной цели ракетным каналом, они, конечно, были просто изумлены. Они все встали, захлопили в ладоши и сказали, что мы подобного никогда не видели и даже не могли об этом мечтать. Азимут 30, дальность 45, высота 2. Вижу цель. Захват! Цель уничтожил. Расход одна. Создание панциря стало достойным завершением карьеры выдающегося конструктора Аркадия Шипунова. Я могу сказать, что таких ученых, наверное, вообще можно пересчитать по пальцам, как Аркадий Георгиевич, не только в нашей стране, но и в мире. За годы руководства Аркадием Шипуновым в КБ приборостроения были созданы около 120 образцов вооружения. Из занимающегося исключительно стрелково-пушечным вооружением оно превратилось в мощное многопрофильное предприятие, ставшее мировым лидером в создании высокоточного и управляемого вооружения. Вместе мы представляем силу, и мы не должны уступить, потому что если ты даже проиграешь в каком-то деле, пускай не столь значительно, то есть это авторитет фирмы подмачивает. Так несколько раз ты сделаешь и с тобой перестанут считаться. Слава Богу, с нами считаются и в России, и за рубежом. Абсолютное ноу-хау Тульского КБ приборостроения это комплексы с комбинированным ракетно-пушечным вооружением для легкобронированной техники и военно-морского флота. 5 февраля 2008 года ВМС США провели успешные испытания самой мощной в мире морской электромагнитной пушки. Ее гиперзвуковой боеприпас поражает цели на расстоянии до 400 километров. При этом время в полете составляет всего 6 минут. Снаряд не имеет детонирующей боевой части. Поражение цели осуществляется за счет кинетической энергии. По оценкам военных экспертов против новой пушки бессильны все известные на сегодня способы защиты. По мнению историков за 5,5 тысяч лет существования человечества произошло около 15 тысяч войн. Кроме личного мужества победу в них всегда определяло превосходство в военных технологиях. Особенно очевидным это стало в 21 веке. Поэтому в создании оружия на новых физических принципах способного полностью изменить облик боевых действий отставать смертельно опасно. Сегодня Россия имеет научно-технический потенциал для создания электромагнитного оружия. Не случайно Госдепартамент США уже не раз объявлял санкции против российских предприятий. Одним из которых было КБ приборостроения в Туле. Продолжая многовековую традицию тульских оружейников оно стало за последние годы настоящим гигантом российской оборонки. Во многом это заслуга великого русского оружейника Аркадия Шипунова, который возглавлял это предприятие почти полвека. Редактор субтитров